приветики всем всем здорово вы на канале чернов мы собираемся собрались вы загрузили машину выехали выехали с утра не снимали было очень много подготовок дел нужно было там заехать еще встреча одна была магазинчик забить холодильник детям и так далее а едем вдвоем как вы видите жди нас беларусь и жди нас минск спрашивали зачем мы едем а мы соскучились у меня уже соскучился по горке есть у нас какие-то дела там не ну мы едем по делам у нас уже есть дела ребят представляете мы уже настолько сросли что у нас там есть дела да взрослые деловые люди вчера мы долго долго думали через какую границу ездить ехать ехать через какую границу и подумали так что в этот раз мы поедем не через латвийскую границу а поедем через литвовскую через ту которую мы ехали самый первый раз потому что по литве мы можем проехать очень быстро там автобаны дорога намного лучше а как вы помните через латвийскую границу когда вы едете то там дорога не очень там получается дольше и да и ты смотришь по этим ямам чтобы не въехать посмотрим как будет очередь конечно если бы на литве было бы сейчас 100 машин мы бы все равно поехали по плохой дороге да неважно не но это да а так пока что ноль машин мы смотрим заследим за ситуацией да но сейчас получается границ границы люди проходят за час два максимум три три часа мы мы готовы постоять но я думаю что мы границу пройдем очень-очень быстро но это еще не весь сюрприз мы едем почему сейчас вдвоем а едем не вдвоем мы едем не вдвоем интрига да мы выехали на автобан и что-то у нас произошло что у нас у нас потом пластмасска может показать я вижу а вот вот что у нас случилось я думала колесо поставил как рукой и что она будет держаться или опять два метра а почему она могла упасть не выдержала скорость товарищи мы остановились еще раз потому что мы не проехали далеко сто метров проехали опять и кирюша принял решение обживка просто не выдержала как топили 350 так она не выдержала у нас вместо есть багажник я извиняюсь там два чемодана короче даже еще вам не успели ничего рассказать у нас уже такие приключения друзья короче не знаю сколь сколько мы проехали мы сейчас остановились назад на заправочке здесь хочется взять кофеек может быть что-то взять перекусить в минск с нами едет монечка и ярослав насчет обшивки мы как только вы не выехали на авто на автобан я чуть втопил притопил и не выдержала 2 2 болта и обшивка она упала и мне пришлось потом я ее поставил обратно потом я опять же мы и мы едем опять же этот эта обшивка не выдержала поток воздуха она опять отвалилась уже не 2 болта 3 и хорошо что мне знаете у меня с собой есть машине всегда такой чем у чемоданчик черненький там где разные головки насадки там крестовые отверточки но все что угодно и это вообще классно что у меня собой собой есть потому что я взяла отверточку взял там шестигранник потом взял головку на 8 и эту обшивку полностью снял фу если бы не мой чемоданчик я бы эту обшивку бы не снял я даже не знаю как мы бы дальше поехали потому что она вообще она уже легла на асфальт мончика с нас есть и думают что взять перекусить салатики хотите салатики мясной нет шавельный настюша выбирает тортилию себе а я хочу какой-то ходок с какой-то с кабана с кабан из ходок не будет холодный через разные сосисочки она будет что-то взять давай пойдем показываем пока мы ехали было ноль машин до шлагбаума подъехали и машин уже столько ну что ты поделаешь что поделаешь что мы когда за первый раз ехали мы стояли где здесь стояли здесь а нет где мы в принципе стояли начали стоять 11 часов стояли а дальше да а можете нет но нет мы заправку проехали заправку проехали да блин многовато это очень многовато поехали на этот самый шальчинен кай давай спас плюс сколько отсюда 30 минут я смотрела там ноль машин кто-то пошел в туалет прошелся и спросил у машин к те которые стоят там дальше уже они сказали что очередь идет очень быстро и за за 30 минут они проехали нормальный кусок и по идее мы тропну и мы приняли решение что мы не поедем на другую границу потому что здесь тоже есть граница другая в сторону 30 километров ехать мы решили что будем стоять здесь ну и подождем ну подожду постоим часик мы постоим два очередь идет нормально быстро так что фу мы приехали на границу посмотрим как у нас пойдет здесь дальше вот мы уже здесь стоим пять минут и смотрите какой мы кусок можем проехать после меня спереди стекло такое грязное тимушки комары засрали все лобовуху вот это кстати обшивка которая снизу она отвалилась не выдержала воздух ну поток воздуха видите как вы здесь вот поломалась его здесь вот она оторвалась поэтому не пришлось ее снимать но вот большая прикинь представляете я лез 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 под машину еще раз говорю очень хорошо что у меня есть такой чемоданчик здесь порядок сделать днем не небольшой от руки ну знаете как на автобане стоял и быстренько все это делал друзья мы стоим уже полтора часа и смотрите сколько у нас машина касалась впереди всего лишь две машинки и будем за и заезжать за шлагбаум ну и дальше будем проходить литовскую границу потом получается белорусская граница за нами за нами очередь ну есть есть машинки стоят пароль король орел орел пароль король пароль орел 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 мы что сейчас мы что сейчас обучаем дикцию 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 ороль ороль король пароль орел король орел пароль король 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 шла саша по шоссе и сосала сушку Это легко. Давай. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. А вот пароль. Моника, повтори. Шла сад послушки за сушку. Петр, 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 Павел. Ой, тихо давай. Повар, Петр, Повар, Павел. Опа, погнали! Ой. Здесь она маленькая, здесь большая больше. Мы уже на границе. На границе. С 7 до 10 мы стояли. И сейчас будет. Нам надо европейский коридор, Зай. Да, сюда, да, 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 да. На 12 часов и мы уже в Беларуси. Все прошли, все отлично, все хорошо. Дезинфекция. Объезжаем чистенькими. Вот он чистый. Все, ура, свободны. Так, сейчас мы, все, мы уже въехали в Беларусь. Сейчас, сейчас мы идем, поменяем доллары на белорусские рубли. Сюда, сюда, сюда. Мы здесь уже не первый раз прошарены. Монечка уже смотрит объявление. Рубчики мы поменяли. Сейчас едем на заправочку, которая здесь близко. И поедем, пойдем что-нибудь, покушаем. Заправим машину по дешману и поедем дальше. Все так бегут, бегут, бегут. Кушать, 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 кушать. Ну что, заходим в магазин на улице 17 градусов. Так, что я буду кушать? Я думаю, что я возьму твистер с куриной колбаской. Или просто твистер с курицей. Здесь можно взять и бультибродики, покушать и разные кучки. Пока Настюша думает, там что кушать, сейчас заправим машинку нашу. Что-то я сейчас забыл ее открыть. Сейчас наобьем. О, здесь очень шумно, видите? Сюда фуры гоняют. Так, и будем заправлять. Четвертая колонка. Так, буду заправлять 50 литров. Цена 2.44. 2 рубля 44 копейки. Ну, на наши деньги это где-то 58-60 центов. Так, ну вот, уже 50 литров будет. Это включается у нас где-то 122 рубля. О, точно. Кушаем твистер с курицей. Нормально. Вкусно. Так, мы отъехали от границы километров 20. И решили сегодня до Минска не ехать. Решили остановиться в Ашмянах. Это маленький-маленький городок. Нашли вот такой вот отель. Гранта. Хотель. Посмотрим, сколько здесь стоит номер. И есть ли пустые номера. Ну, а как здесь пахнут, да? Коровами. Навозом. Пустите домой переночевать. Лакшири, а ты? Лакшири, да? Короче, нам предложили два номера. Каждый номер по 120 рублей. Это мы перевели на наши деньги. Это 40 евро. Ну, 40 евро за заселение в час ночи и выезд, примерно, мы хотим выезжать в 7-8 утра. Это дороговато. И поэтому мы взяли обычный номер, который стоит 140 евро. Там, где можно 140 рублей, где можно лечь четвером. Третий этаж. Вот наш номер по цифре 16. О, смотри, Ярослав, мы с тобой здесь в теннис поиграть. 15, 16. У нас что? Рум тур. Рум тур, сейф. Где-то не делал что-то. Включай свет. Ну, вот это наши апартаменты. Кстати, да, мы можем кого-то еще взять с собой. Одна кровать, вторая кровать, третья и одна большая кровать. Короче, чем бы кровать отлично. Первый раз в отеле мы сами себе стелим постель. Ты должна сказать, что он уже заниматься не будет. Ну да, потому что поздно уже. Так, короче, вот, да. Раз кровать, два кровать, три кровати. Двух спальня, я сказал, это очень большая кровать. Здесь у нас такие вот полочки, здесь столик, здесь окно. Панорама можно смотреть в небо, считать звезды. Здесь столики. Здесь, 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 здесь у нас холодильник. Ой, этот самый телевизор. Здесь у нас шкафчик. Шкафчик. И самый прикол, самый прикол, что туалета внутри нету. Туалет находится в коридоре. А туалет у нас вот здесь. Нет, это нет. Вот санузел. Вот туалет. Шикардос. Ну все. А вот здесь вот наш номер. Мы нашли кондиционер. Потому что здесь очень душно. Ну да, шикардос. Кондиционер есть. Видала? Офигеть. Кстати, здесь есть вайфайчик. И есть удлинитель. Потому что розеток, розеток на вот этот номер, одна. И там вторая. И все. Около кровати нету. Я уже, знаете, сука, растукнулся головой об этот пол. Ой, это же был этот потолок, потому что он идет на, такой, под наклоном. И очень низко. Вы встаете с кровати и хуп, хупа, хупа. И головой стукаетесь. Фу. Ладно. Все, давайте. Сейчас мы что-нибудь придумаем, чем будем заниматься. Фу. Все, друзья. Мы уложились. Каждый лежит у нас на своей кровати. Заня, как мы с тобой были в Риге. Мы тоже с тобой спали на разную. Смотри, понравилось. На разной. Не, мне не понравилось. Сегодня мне тоже не понравилось. Мне нравится тебя обнимать. Короче, смотрите. Фишка в том, что мы прошли границу за 5 часов. Мы на границе, ой, то есть нас на границе заставили вытащить все чемоданы. Открывали косметички. Открывали чемоданы. Смотрели, что у нас внутри. Смотрели, что у нас внутри косметичек. И еще мы с собой везем наш балтийский песок. Две бутылочки по 5 литров. Когда таможенники это увидели, они спросили, что это. Я сказал, песок. Они на меня так посмотрели. Песок? Я такой, да, песок балтийский. Он у нас очень такой. Такого песка, типа, нигде больше нет. И мы эти 2-2 банки 5-литровые понесли на сканер. Они думали, что мы там что-то прячем. Мы поднесли на сканер. Они через сканер все это посмотрели. И сказали, да, на самом деле просто песок. Внутри ничего нет. Ну и все. Мы эти баночки отнесли обратно в багажник. Заполнили все бумаги. Прошли эту дезинфекцию. Сейчас мы приехали, я еще раз говорю, приехали в Ашмяны. Это 20 километров от границы. Небольшой-небольшой городок. Нашли я гостишку. Мы, конечно, гостишку могли найти еще более дешевле. Но мы это посмотрели по фотографиям. Там вообще там колхоз колхозом. А это нормально. Так что все, давайте. Мы будем заканчивать видосик. Будем отдыхать. Поспим где-то часов 5-6. И выдвигаемся завтра с самого утра в Минск. Все. Давайте. Спасибо, что вы у нас есть. Подписываемся. Ставим пальчики вверх. И ждите нас завтра в Минске. Давайте. До встречи. Ата. Продолжение следует... Продолжение следует...